Около 200 тысяч погибших, заброшенный призрачный остров, психиатрическая больница, опыты над людьми, свидетельство паранормального. Это я в двух словах описал остров Павелия, где я в одиночестве провел ночь, и которую вы видели в последнем выпуске проекта Госпаста. Привет всем, меня зовут Дима Масленников. Друзья, в той поездке я оставил перед собой конкретную цель – доказать, что на этом острове Павелия, призрачном острове с мировой известностью, нет ничего мистического, нет ничего паранормального, и там нечего бояться. Хотя я боялся. Сегодня мы с вами разберем те моменты, которые лично я нашел на отснятом материале, и мы постараемся объяснить их с рациональной точки зрения. Поехали. Палаты для тяжело больных людей. Просто нереальная атмосфера, которая достойна абсолютно любого фильма ужаса. И вот вы представьте, вы в этом месте один, проводите эксперимент по якобы общению с чем-то паранормальным, и вдруг за пределами здания вы слышите вот это. Скажите мне, какая бы у вас была реакция? Меня реально вот пронизывал страх в этот момент. Я много чего видел, но в этот момент я нереально испугался до такой степени, что абсолютно на каждый звук я реагировал примерно вот так. Ёб твою мать! Давайте отбросим все мысли о мистике и поймем, что же это все-таки было на самом деле. Павелье – это то место, где нет животных, и птицы не остаются там на дочь. Эту информацию я нашел до того, как отправился на остров. И даже когда я подплывал к нему, я заметил, что птицы реально с него улетают. В этот момент мороз пробежал по коже, но как оказалось зря. Я вот вам официально заявляю, как человек, который провел там целую ночь, Павелье просто кишит животными и птицами. Вот несколько примеров. Когда я закрываю плиту с большим грохотом, этот звук пугает животное за пределами здания, и оно начинает убегать. А вот я прохожу по коридору, и неожиданно в деревьях начинает двигаться какое-то животное. О, блядь! Что за хуйня, блядь? Что за хуйня? А про разнообразные, жуткие, лютые звуки, которые там издают птицы, я вообще молчу. В общем, к чему я клоню? Пожалуйста, прослушайте этот момент еще раз. Мне лично кажется, что это была какая-то птица. Да, звук достаточно странный, но в принципе это могла быть какая-то сова или пилинг, который решил меня порадовать во время этого страшного эксперимента. Очень похоже. Так что с большой вероятностью можно сделать вывод, что здесь нет ничего мистического. Что вам сказать? Вот этот момент, на который я сейчас смотрю, я нашел во время монтажа, и он меня очень сильно озадачил. Пожалуйста, сейчас по возможности наденьте наушники и прислушайтесь. Это безумно похоже на сердцебиение. Два раза подряд посреди заброшенного призрачного острова мы слышим, как бьется сердце. Мне кажется, это безумно странно, и с этим точно надо разобраться. Вначале я реально предположил, что это бьется сердце. Мое сердце. Да, бывают такие ситуации, когда ты подносишь камеру очень близко к грудной клетке, и она способна фиксировать ваш собственный пульс. Но здесь есть огромное противоречие. Пульс нормального человека составляет примерно 60-90 ударов в минуту. А здесь, если все очень хорошо посчитать, получается примерно 20-25 ударов в минуту. Следовательно, это не мое сердце. Тогда что это было? Неужели это какое-то проявление паранормального либо мистики? Скорее всего, нет. Потому что у меня появилось совершенно другое объяснение. Возможно, что-то билось о камеру, либо о конструкцию, которую я ношу в руках. Я, походу, нашел, что это было. Скорее всего, это был просто провод от наушников. Если вы посмотрите на кадры, то заметите, что я резко поворачиваюсь и останавливаюсь. В этот момент провод, так как он очень-очень длинный, раскачивается и начинает ударять о конструкцию. Причем, качается он с очень большой амплитудой. Так что, чтобы сделать второй удар, ему потребовалось около двух секунд. В общем, ребят, скорее всего, это было просто физическое явление. И ничего более. Вот здесь начинается что-то действительно странное. Я проводил эксперимент с магнитофоном, пытаясь настроить его на разные частоты. И неожиданно для себя я поймал частоту, где передавали сигнал азбукой Морзера. Вы слышите? Многие подписчики решили вбить его в онлайн-переводчик и неожиданно для себя получили странный результат. В переводе присутствует слово «есть». А какой вопрос я задаю перед тем, как этот сигнал появился? Квачик Валькуна. Квачик Валькуна. Если у вас есть какие-то предположения, что это значит, пишите о них в комментариях. Но меня больше всего заинтересовал последний вариант, который переводится как «вращение тяги». Честно говоря, не знаю, к чему это относится, но мне кажется, что это все-таки связано как-то с местным судоходством, как я и предполагал на заброшке. Вроде бы в этой ситуации нет ничего странного, но суть совершенно в другом. Если внимательно послушать запись, то мы обнаружим еще один интересный момент, который происходит, когда я уже встал и собирался уходить из этого помещения. Неожиданно из магнитофона донесся безумно странный звук. Я не знаю, что об этом думать. Согласитесь, что это безумно похоже на дыхание какого-то старого человека. Да, это можно все объяснить неисправностью старого магнитофона, но никаких подобных помех до этого момента и после него я на записи не встречал. Поэтому здесь действительно, может быть, что-то не объяснено. По крайней мере, сейчас мы это уже не сможем объяснить. А вот теперь перейдем к главному, что я сам смог заметить в этом выпуске. Я беру пробы грунта рядом с призрачным мостом. Неожиданно в кустах раздаются какие-то звуки движения, причем абсолютно с разных сторон. И в самом конце, когда я уже собираюсь уходить, камера фиксирует вот это. Что это такое? Непонятный, странный, пугающий объект, который возникает из ниоткуда и потом так же неожиданно исчезает. Особенно страшно становится из-за того, что на этом мосту постоянно видят призраков, погибших здесь людей. И камера буквально за минуту до этого фиксирует очень странный звук, который похож на то, что кто-то лежит по деревяшкам этого моста. И после этого мы видим странный черный объект. Давайте разберемся, что же это все-таки было. Сразу же можно сделать один вывод. Это точно не пыль. Поверьте моему опыту, пыль при подобном освещении выглядит как какой-то белый объект, который хаотично перемещается, летает в воздухе. Подобное мы с вами видели уже просто миллион раз абсолютно на разных заброшках в разных выпусках. А тут объект черный. Причем он движется с остановками. Посмотрите внимательно. Он перемещается по экрану, останавливается, меняет свое направление и исчезает за пределами экрана. Тут надо сделать одно важное наблюдение. Объект перемещается, но его размер не меняется. Следовательно, в пространстве он движется параллельно объективу камеры. А это наталкивает меня на одну единственную мысль. Это простое насекомое. И у нас есть три варианта, где оно может находиться и которые мы вместе с вами проверим. Не знаю, насколько это будет действенный вариант. Мы возьмем прозрачную вилку, возьмем кусочек кофе, приклеим его на вилку и соответственно будем имитировать насекомое, которое село на камеру. Первый вариант это то, что мухой расположилась прямо на линзе камеры. Давайте посмотрим, насколько это возможно. Никакой тени нету. Смотрите, мы берем этот объект, подносим его максимально вплотную к линзе и он не так сильно размывается, как та точка, которая присутствует в видео. Потому что она практически полностью прозрачная. Нет, это точно не этот вариант. Так, теперь попробуем расположить кофе прямо на инфракрасном источнике камеры. Инфракрасный источник это небольшое окошечко, которое располагается прямо под линзой камеры. И он позволяет мне снимать практически в абсолютной темноте. Ну вот, я получается сейчас перекрываю инфракрасный источник и абсолютно ничего не меняется. Никакой тени не появляется на стене, поэтому этот вариант мы тоже должны отмести. Нет, ну что, сейчас остается последний вариант. То, что муха располагалась, получается, на нашем прожекторе прямо. Во время съемки прожектор располагался также под камерой, поэтому мы ставим его именно сюда. Бля, вот сейчас, конечно, момент истины. Ничего. Ничего, абсолютно. Это на каком расстоянии эта муха должна была быть, чтобы хоть какая-то тень от нее была? На этом расстоянии у меня только появляется рука, очертание руки. Следовательно, муха не могла сидеть прямо на прожекторе. Если она сидит прямо на прожекторе, свет ее обходит и тени абсолютно никакой не может быть. А тогда что это было, блядь? Вот какой здесь вывод? Друзья, вы сами видели результат. У нас, честно говоря, не получилось восстановить это событие. Все результаты опытов абсолютно не похожи на то, что мы видим на кадре. Поэтому здесь действительно можно сделать вывод, что на видео присутствует что-то необъяснимое. Хотя я в этом не уверен. Вот и все на сегодня. Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. И, ребят, честно говоря, у меня сейчас есть огромная проблема. Помните, я брал пробы грунта, чтобы исследовать их на наличие человеческого пепла в почве? Так вот, я не могу найти какой-то исследовательский центр, медицинское учреждение, которое поможет это реализовать. Если у вас есть какие-то подвязки, знакомства и так далее, то пишите вот на эту почту. Я буду вам безумно благодарен. Давайте достучимся до истины. Ну а совсем скоро на канале выйдет выпуск «За гранью», где мы изучим те моменты, которые нашли уже вы в этом выпуске. И поверьте, там намного больше всего интересного.